всем привет уважаемые зрители сегодня у нас 30 декабря завершаем постепенно этот год 2222 точнее 2021 вот обзором ялтинского кольца начинаем как всегда с трассы на ялту здесь ходу обнаружен каток гладковальцовый а кстати она то бортовой камень внизу с левой стороны укладывается полетим посмотрим далее ближе к кольцу как дела обстоят слева кювет забетонирован справа в процессе это посмотрим что у нас на отвалах погода такая была влажная все это время поэтому здесь даже техники не видно крепость на месте пока мобильный грохот стоит так здесь отстаиваются бульдозеры катки грунтовые это будет сейчас центре кадра это средняя часть кольца центральная часть кольца то есть кольцо напомню идет по верхней части путепроводов тоннельного типа это будет в центре этот участок производится здесь обратная засыпка ковш наоборот то есть оборудование прямая лопата такое импровизированное вот он сейчас засыпает пространство получается между этой шпунтовой стенкой и стенкой туннеля чем технологическая схема такая что он едет забирает грунт вот вот там в отвале вот в этом в конусе который мы выгрузили и потом едет высыпает взял взял и и и и что-то замер я хочу дождаться как он высыпет чтоб дальше полететь замер давай высыпай но есть он ездит машина dsk чистит щеткой временный объезд так вот так медленно происходит он по чуть-чуть высыпает аккуратно поэтому полетим дальше здесь работает автокран понял на монтаже опалубки или ну да похоже на то далее мы видим идет бетонирование очередной захватки плиты и как раз мы попали на тот момент когда все бетоносмесители находятся где-то в пути вот и насос стоит в ожидании их здесь что у нас экскаватор какой-то сюда подвозят грунт с очлененным самосвалом здесь ждут миксеры то есть бетоносмесители видно делает площадку для подъезда это бетоносмесители чтобы они в грязи не закапывались они тут отсыпают экскаватор это все планирует здесь пока ждут бетон экран что-то переносит как идет армирование следующей захватки то есть не следующая через одну вот и в итоге остается так понимаю еще достаточно много тут еще необходимо выбрать грунт и забетонировать остальные плиты рамповые части далее идет улица Сапунгорская по правой стороне земляное полотно и следующие слои дорожной одежды под укладку уже асфальтобетона дом немного почикали так сказать частично демонтировали вот сейчас люди занимаются приведением в порядок его после частичного демонтажа котлован наполнен водой потому что были действительно такие серьезные осадки снегопад был серьезный теперь после этого много воды образовалось вот собственно так выглядит сейчас улица Сапунгорска а так выглядит балаклава в дымке погода хорошая тепло по моему больше десяти градусов тепла сейчас но очень сыро и грунт очень влажный поэтому работает проблематично на земляных работах вот экскаватор делает подъезд для питоносмесителей давайте пролетим тогда к следующему к дальнему туннелю туннелю номер один да по нашей нумерации условной здесь тоже начали обратную засыпку пока не на всю как бы высоту опалубка вертикальных стен установлена видимо скоро либо уже забетонировали тут плохо видно похоже здесь забетонирована а здесь давайте посмотрим заглянем тоже здесь даже частично разобрана тоже забетонирована то есть они ждут положенное время для какого-то частичного набора прочности будут опалубку разбирать и демонтировать дальше на следующих захватках здесь идет армирование плиты можем видеть так понимаю концевая будет захватка здесь такое мощное армирование и дальше уже все нет плиты никакой наверное здесь будет заканчиваться рамповая часть водопропускная труба засыпана вот справа трактор чистит дорогу тоже ездит с щеткой это помимо машин вот этих поливомоечных трактора еще чистят здесь мощная мощная подпорная стена вот фундаменты подпорной стены и экскаватор сейчас то ли это чпс то ли просто щебень отсыпает вот сюда вот в крайнюю захватку где видим человек виброплитой уплотняет далее будет бетонная подготовка и бетонирование фундамента здесь уже пошло вертикальное армирование будущее стены подпорной такая стена получается здесь уже даже вертикальные элементы какие-то забетонированы продолжается здесь строительство надземного пешеходного перехода вот уже одна опора есть и что это тут какой-то будет нестандартной конструкции не такой как на на всей трассе таврида пешеходный переход будет интересно и вот уже металлоконструкции какие-то прибыли похоже что будет какой-то ферменной конструкции пролет вот посмотрим позже может когда начнут собирать это уже в следующем году понятное дело будет долетим до крайне до конца участка долетели тоже вода собралась пока не доделано не готовая система водоотведения такие вот дела происходят собака за машиной гонится видите вон серая машина все убежала в общем вот такая вот на конец года обстановка на Ялтинском кольце в принципе все идет по плану много-много бетонных работ это конечно я не ожидал что так много будет бетонных работ здесь так сейчас эта стройка выглядит с высоты в общем уважаемые зрители я думаю на этом закончим наш обзор всем спасибо за внимание спасибо за поддержку канала не знаю как у меня будет настроение запишу ли я какое-то итоговое видео по двадцать первому году потому что много много планов не реализовано и в общем-то похвастаться особо нечем и вся надежда на следующий год у нас что-то у нас получится из всего того что мы задумали на этом все всем спасибо за внимание спасибо за поддержку канала всех с наступающим новым годом и всем пока спасибо за просмотр 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 спасибо за просмотр